Во время написания этого сюжета почему-то подумалось, что российским боярам и пропагандистам хорошо бы почитать легенду о ящике Пандоры. Ведь всё, что они делают в последнее время, это не просто такой ящичек приоткрыть, это туда прям голову засунуть по самые плечи. И здесь сразу вспоминаются обстрелы похоронных процессий, удары по людям, пришедшим на поминки. Или вот свежий пример — героическая демилитаризация новой почты. В Киевском районе шестеро людей загинули, еще четырнадцатеро осіб госпитализовали и с поранениями. Причем, если раньше эти черти придумывали какие-то враки на подобные преступления, то теперь куда ни глянь, везде крики радости и признания. Ну да, если других побед нет, приходится на почту ракеты тратить. Байден же, очевидно, танки в посылках с бантиком прислал. Очередную партию западного оружия накануне уничтожили российские ВКС. Ракетный удар был нанесен по отделению новой почты. В городе Харьков. На Украине в этой связи страшный визг, мол, это же просто почта. На этих кадрах то, что было уничтожено. Смотрите внимательно. В грузовиках спрятаны не письма, спрятаны иностранные БМП. Просто запомните эти слова, потому что мы про ящик Пандоры не просто так говорили. Пичмони и пропагандисты никак не могут привыкнуть, что в любые их игры можно играть вдвоем. Шойгу ведь тоже, скорее всего, по почте танки в Белгород присылал. И вы потом будете ныть, кричать о фашизме. Украина срывает со своего фашистского рыла последние фиговые листочки. И надо гнать их до самого Атлантического океана. До Атлантики этих фашистов. Мы же это все уже видели во время чуток подгоревшего Шемякина. Но выводы в России так и не сделали. И что тут скажешь, тем хуже для вас. Сегодня надо точечно их душить и долбить. В том числе и по Шемякину, я думаю, там авиация разберется, в том числе планирующими бомбами. Ну и, конечно, нельзя не отметить очередные бенефисы цинизма путинских халуев. Ведь сначала эти упоротые показательно радуются убийством мирных людей в Украине. Вообще не понимаю рефлексии хохлов по поводу разбомбленного какого-то почтового терминала в Харькове. В Газе сносят целые жилые кварталы и никаких сантиментов. А тут какая-то укрпочта, которая с самого начала войны только и занимается тем, что обеспечивает военную логистику ВСУ. А потом льют крокодилии слезы, мол, ужас, ужас, как же нам жалко палестинцев и боевиков Хамас. Витязеву вон всю жилетку заплакала. У самых, уж извините за след, да, вот упоротых на Западе, да, представителей вот этого вот либерального крыла, у них потихоньку начинаются расширяться глаза от ужаса. Может быть даже не потому, что им жалко этих палестинских детей, а они просто понимают, что они соучастники, вот это реальный геноцид. А вот ровно таких же детей в той же Харьковской области им, видимо, не жалко. Очевидно, вот этого малыша как-то иначе из-под завалов доставали, да, Витязева? В первую очередь-то гибнет кто? Мирное население, самое незащищенное, женщины, старики, дети. Невозможно без слез просто смотреть, да, и на фотографии, когда вот эти вот маленькие тела оттуда вытаскивают. Но правда в том, что россиянам в реальности никаких детей не жалко, и палестинских в том числе. А вот такие показательные выступления... Все происходящее на Ближнем Востоке, конечно, это пример такой вопиющей несправедливости, такой пугающий, конечно, пример ужасного совершенно расчеловечивания. Они ублюдки, мерзавцы, недочеловеки, мрази, твари, просто человеческий кал, их надо всех уничтожить, их нужно сжечь огнем. Связаны только с тем, что есть задачка сверху всеми силами накидывать на Израиль. Демонизировать народ этой страны в целом и Цахал в частности. Не зря ж уже песни о еврейском фашизме от топовых пропагандистов пошли. Заявление министра обороны Израиля согласно Нюрнбергскому трибуналу подпадает под все статьи, за которые был повешен Кейтельб, Йодльб и другие главари фашистского рейха. И это при том, что долгое время отношения между Россией и Израилем были, если не дружественные, то около того. Но всех своих союзников Путин и компания привычно кидают. И несмотря на целую информационную кампанию, где Украина якобы поставляла оружие Хамас... Слушайте, какой ад творится в Израиле. А почему ему там не творится? Ну для этого были созданы все условия. И на сцену выползает хутор. За своими подставками. Палестинским боевикам со складов Мукачева. В Израиле на этот счет прямо противоположное мнение. Как там говорят, на варе и шапка горит? Вот с Россией оружием для террористов получилось ровно так же. Смешные пытались обмазать грязью Украину. Пока американцы поддерживают киевских неонацистов, западное оружие, что отправлено на Украину для того, чтобы убивать русских, покупают палестинские группировки. То есть часть израильтян была убита украинским и западным оружием. А в итоге, что называется, спалились сами. И чиновники в Израиле предательство терпеть не стали. Россия заплатит. Поверьте мне, Россия заплатит. Россия поддерживает врагов Израиля. Россия поддерживает нацистов, которые хотят совершить над нами геноцид. И поверьте, Россия заплатит за это. Так один из лидеров местной правящей партии прямо заявил пропагандистам из Russia Today, что, решив свои проблемы, Израиль займется помощью Украине. Мы выиграем эту войну. Придет время, и мы ее выиграем. После этого мы не забудем, что вы сделали. Мы не забудем. Мы придем и убедимся, что Украина победит. И мы убедимся, что вы заплатите за то, что вы сделали. То есть еще один большой игрок в нашей коалиции. И представляем, как кусает локтики в бункере некий мамкин-геополитик. Это просто надувательство. Надули. Нет, Вован, это не вас надули. Это ты сам себя, старый больной маразматик, надул. Я думаю, Путину не могли не донести, и Путин испугался. Потому что Путин понимает, что Израиль — это умные ребята, талантливые, которые имеют связи по всему миру. И за ними стоят еврейские деньги, еврейские банкиры, еврейские мозги, еврейские таланты. Ах, держись, Путин. Ох, держись, дрожи. Причем для Путина открытая поддержка террористов Хамас неожиданно обернулась еще и проблемами внутри страны. Дело в том, что от такой политики партии взбунтовались пропагандисты. Так сначала известный и подпевал и Кремля Яков Кедми, а по совместительству гражданин Израиля, по сути, сорвал шоу Соловьева. А теперь вот и звезда канала «Соловьев Лайф» Евгений Сатановский не удержался и вместо привычного для себя поливания грязи Украины... Сегодняшняя Украина – это полигон и плацдарм для уничтожения России. И все. И это еще не вспоминая те лаборатории военно-биологические на Украине, которых более чем достаточно, и где работали и они, и англичане, и немцы. Неожиданно для глубинного народа абсолютно беззастенчиво обругал сначала Марию Захарову. Вот Маш Захарова, который, в принципе, евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может, а особо-то это и не скрывает. Еще одна сильно выпивающая шмара, которая у нас, тем не менее, спикер нашего МИДа. А потом мелко-титана Димона Медведева. Сильные лидеры берут за себя слабеньких, а Путин очень сильный с точки зрения удержания власти. Значит, из этих кадров он какое-нибудь мелкое, слабенькое дерьмо на свое место и поставит. Он Медведев был пример. И, конечно, подобная зрада была сравнима с дрожжами, упавшими в сельский сортир. На предателей, нарушивших стройные ряды, набросились все, кто только мог. Соловьев, спотыкаясь, побежал увольнять Сатановского. Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Ивановичем. И принял решение об увольнении Евгения Ивановича Сатановского с нашего канала. А любитель непристойных игр со свинками по фамилии Красовский пообещал разобраться с обидчиком Захаровой по-мужски. Значит, старый ты мудак, я тебе честно говорю. Не, я, конечно, пи***р. Но если встречу тебя, то пи***р прямо отпишу тебе и за шмару, и за выпивающую. Любой знающий Машу человек скажет, что никогда, вот просто никогда не видел ее не то, что пьяной, но просто выпившей. Видали как? Вообще, оказывается, не пьет Машуто. А все вот эти вот видео, многочисленные, видать, злостными бандеровцами на киностудии Довженко снятые. С другой стороны, что с убогих возьмешь, пусть себе уже облизывают своих идолов. Ну а срач среди пропагандистов, что не говори, а штука приятная. И вот посмотрите, чем сильнее будет сыпаться Россия, тем больше будет отступников типа Кедми и Сатановского. Последний, кстати, как только потерял работу, мигом распад страны на букву «Р» предсказал. Для нашей страны, ну, час икс, возможность распада будет где-то в 30-е годы, потому что Путин не вечен, он стареет. А то, что путинский рейх ждут тяжелые времена, понятно уже сейчас. Ну, во-первых, несмотря на все визги в Останкино, мол, США кинуло Украину с ракетами «Атакамс». Без сенсации закончилась и 16-я по счету сходка западных военачальников в формате «Рамштайн». Ни тактических комплексов «Атакамс», ни многомиллиардных траншей Украина не получила. Последние не только были переданы, но уже и успели разгромить целые российские авиагруппы. Но рассказывать холопам о залете в Бердянске пропагандистам было ну никак нельзя. А потому «Зрадуга» пытались очень неумело превратить в перемогу, мол, великодуховные ПВОшники из РФ и уже знают, как работать с ракетами такого типа. Кардинально, конечно, они обстановку на фронте не изменили. Но наши комплексы противовоздушной обороны уже разобрались с ними. Ну да, знают. Сбивают их прямо боевыми вертолетами. Уже, кстати, похороны летчиков и техников по всей России проходят. И как же унизительно в этом свете звучат слова пропагандиста Попова, мол, других перемог у Украины нет. Самолеты ВКС России уже перебазированы на расстояния, недоступные для британских Storm Shadow, обладающих большей дальностью, чем американский атака. Других перемог нет и не будет. Да-да, конечно, нет. Видимо, сотни единиц техники под Авдеевкой — это пустяки. Причем, в отличие от того же Коношенкова, Украина каждый день демонстрирует видеопруфы. Едет, например, огромная колонна на штурм, а потом — оп! — и от нее только угольки остаются. Жаль, Кобзон до этого праздника жизни не дожил. Там сейчас валом бурятских танкистов о пирамидке мечтают. Не бурят? Бурят, ну, как я рад. Но это так, просто мысли вслух. А важно, что у украинской армии есть успехи не только в обороне. Не успел Небензи объявить о начале российского наступления, что вот уже как несколько дней российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом, так называемый украинский контрнаступ можно уже формально считать законченным. Как из чата «Россия» вышел еще один населенный пункт. Простыми словами, скрипоносцы слили очередное село. Причем, только вдумайтесь, на этот раз все случилось на левом берегу Днепра в Херсонской области. Вот что пишут пропагандисты на этот счет. Рано утром штурмовые отряды Украины форсировали реку и атаковали Крынки. В результате украинским формированиям удалось закрепиться в селе и придвинуться вплоть до дороги. То есть ВСУ застали врасплох российскую армию настолько, что смогли форсировать Днепр и закрепиться. И это не какие-то наши фантазии. Зраду озвучивают российские живоинкоры. Крынки, Херсонская область, временно оккупированная Украиной территория России. Левый берег Днепра, населенный пункт все еще находится под контролем противника. По противнику ведется активная работа нашими авиацией и артиллерией. При этом противнику удается эвакуировать своих трехсотых и подтягивать свежие силы по Днепру. Правда, здесь нужно отметить, что дальше телеграм-каналов подобный контент не идет. Ведь по телевизору только чур не смеяться убеждают россиян, мол, линия фронта движется в западном направлении. И несмотря на такие вот поставки, все равно линия двигается в сторону запада. То есть мы улучшаем свое тактическое положение. И так и хочется уточнить, извините, а где конкретно такое происходит? Может, вспомните населенные пункты, взятые России хотя бы за последние полгода? Просто есть подозрение, что таких толком-то и нет. И глупо с такими водными хорохориться, как это делают пропагандисты. Если наши войска пойдут вперед, то Украина действительно не выдержит. Всем ясно. Пойдут полчища орков вперед и не выдержит Украина. И здесь одно непонятно, а что же вам раньше мешало? Давайте угадаем. Раньше не хотели, наверное, зато сейчас, как пойдете и оп, через пару дней у польской границы. Когда наши войска пойдут вперед, Украина однозначно выдержит. У нас до сих пор не задействованы в боевых действиях резервный армейский корпус, который мы подготовили, и резервная армия. Пока боевые действия ведут войска, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения, и им удается эту линию двигать. Но знаете, какой бы безумной ни казалась подобная пропаганда, Украине она, безусловно, на пользу. Останкинские шизики ведь завышают ожидания России у рапатриотов от СВО. И когда обещанная победа вдруг снова обернется жестом доброй воли, Россию может тряхнуть не по-детски. Так что поход вагнеровцев на Москву детской шалостью покажется. Поэтому, дорогие пропагандисты, не сдерживаем себя. Даешь побольше ротовых побед. Ведь что действительно выгодно Украине, так это ваше бесконечное балабольство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова